Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Евгению Жаркову понравилась новенькая Саша Филиппова. Девушка пришла к Иосифу Аганесиану, и Жаркову не торопятся отвечать взаимностью. Всплыли интересные подробности о жизни Саши Черно за периметром. Отцу не нравится ее поведение на острове любви, и он угрожает дочери, что если она продолжит себя так вести и не оставит в покое Иосифа Аганесиана, то больше не сможет вернуться домой. Похоже, что Саша прислушалась к советам отца, она уже ждет нового парня. Она говорит, что очень многие хотят прийти к ней на проект, она ждет простого обычного русского парня без понтов, такого как Петр Шепель или Алексей Купин. Купин отдохнул от отношений с Майей Донцовой, и он провел два дня в отеле без камер. Алексей уверяет, что в отеле ночевал в отдельном номере, а все внимание девушек досталось Саймону Марданшину. Рома Капакла ответил своим подписчикам, которые обзывают его тупым качком. Помимо спорта, он еще развивается и духовно на проекте. Он читает множество книг, как психологию, так и художественную литературу. Лиза Триандофилиди недовольна тем, что ее на выходные не отпускают к дочери. Девушка угрожает организаторам покинуть проект, если далее ее не будут отпускать к ребенку. Костя Иванов в сети прошелся по Владу Кадони. Он обратил внимание на шапку на голове Влада и написал, что у всех киев очень странные манеры. Алиана Устиненко нагло кинула рекламодателей. Ей отправили фирменные уги и 15 тысяч рублей за их рекламу. Она опубликовала фото в этой обуви, но ссылка на магазин была не видна посетителям. Она ушла далеко вниз под кнопку «Еще». Алиану попросили изменить длину текста, но она не выполнила эту просьбу, а потом и вовсе заблокировала своих рекламодателей. Антон Гусев не смог лично поздравить своего сына с пятилетием. Он приехал с воздушными шарами и шестым айфоном, но попасть в дом, где живет Женя Феофилактова, ему не удалось. Он просто передал подарок и шарики Жене, она сделала фото Даниэля с подарками и переслала бывшему мужу. Многие считают, что это Давид Аванесян запретил Жене пускать бывшего на порог. Женя шокировала гостей аукциона, ведущей которого она была. Она выглядела достаточно полной, у девушки абсолютно отсутствует талия. Фрост официально стала генеральным директором косметологии в одной из московских клиник. Она будет заниматься рекламой и набором персонала. Ольга Бузова в недавнем интервью упрекнула Юрия Шатунова в том, что он поет под фонограмму, сделанную 30 лет назад. Андрей Разин жестко ответил Бузовой. Он назвал Бузову псевдопевицей, у которой вместо мозгов нитка, держащая два уха. Он считает, что она просто завидует Шатунову. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на ютубе и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ. Субтитры сделал DimaTorzok